Книга «Открытым оком» Промысл Божий непрестанно творит чудеса. Противоречит ли чудо законам природы? Никаких противоречий здесь быть не может. Законы природы установил всемогущий Бог, он же может изменить и изменяет эти законы по своей воле. Если человек имеет возможность воздействовать на природу своими ограниченными силами, то тем более обладает этой способностью всемогущий Бог. Сотворив мир и установив в нем собственные законы, Бог не связал себя этими законами. Своим всемогуществом он может производить действия в природе помимо ее законов. Чудо – это такое явление или действие, которое не имеет в себе причины в силах и законах природы. Оно происходит в природе, но производится не через природу. Чудо не противоестественно, а сверхъестественно и есть доказательство Божьего владычества над природой. Удивительные действия Божьи видно в каждой травинке, в каждом цветочке, в каждом семени, в каждом насекомом. Словом, везде и всюду. Правдивые дела Господни настолько широко распространены вокруг, что человек, привыкая к ним, может и не замечать в них Божьего дива. Поэтому Бог и творит чудеса, чтобы люди, видя необычное, познавали того, кто это производит. Каждое чудо есть несомненный факт. Разумом человек не может объяснить ни одно чудо. Но вся христианская вера зиждется на возможности чуда. Молясь, христианин верит и надеется, что по его молитве и вере всемогущий Бог может совершить такие действия, которые выходят за рамки обычного течения жизни. И хотя все в мире происходит по неизменным законам, верующий человек на каждом шагу видит множество чудес. Разве не чудеса? Жизнь человека и всей вселенной. И не чудо ли, что на земле существует Церковь Христова, которая не от мира сего? Каждый верующий во Христа, кто чистосердечно исповедует свои грехи в таинстве покаяния, знаком с величайшим чудом внутреннего духовного обновления. После искренней глубокой исповеди душа чувствует, как снимается с нее чажесть греховного бремени. Океан добра, радости, духовной чистоты вливается в нее. Все сердце озаряется необычным светом, наполняется миром и любовью. Это чудо может быть доступно каждому человеку, кто пожелает его пережить. За всю историю Церкви Божьей такое внутреннее чудо созерцали миллиарды людей. Есть и в гениальных произведениях поэзии и прозы яркие изображения этого духовного опыта, свидетельство о том, что и многие великие мастера слова имели этот религиозный опыт в своей личной жизни. Человеку не дано знать, как Бог творит чудеса, как Он управляет Вселенной, но людям доступно созерцать в делах Божьих дивный порядок. Он обнаруживается повсюду, в мире чисел и геометрических фигур, в законах физики, химии, биологии, великим и малым, в далеком и близком. Человек изучает законы мироздания, но чем больше люди их открывают, тем более загадочной и таинственной воспринимается Вселенная, если объяснять ее происхождение без разумного творца. Ведь как тогда иначе объяснить разумную закономерность в природе? Законы математики мы выводим из своего мышления разума. Следовательно, математика – это продукт разума. Но почему же планеты, которые разума не имеют, движутся по точнейшим математическим законам? Почему же в строении кристаллов и минералов, растений и животных, человеческих тел наблюдается симметрия и правильные геометрические формы, строгие математические закономерности? Ответ на эти вопросы можно найти только один – мироздание, устроенное бесконечным разумом Божиим. Чтобы открывать законы природы, требуются большие умы. Так неужели же эти разумные законы установились во вселенной без разума, точнее, без высшего разума Бога? Если в древней заброшенной пещере обнаруживаются высеченные на стене какие-нибудь изображения или при археологических раскопках находятся те или иные орудия труда, ни у кого нет сомнения, что над этим потрудился разумный человек, хотя его самого мы никогда и не видели. А можно ли сосчитать все, что достоверно свидетельствует о высшем разуме, создавшем мир? Научимся же по-детски с простой верой и со смирением ума взирать на небесную ввысь, чтобы каждый раз при этом нашему духовному взору, исходящему из чистого сердца, открывался Бог. Второе – общение с людьми, которые сомневаются в том, что Библия – это и есть Слово Божие. Первый раздел мы закончили. Общение с людьми, кто не верит в Создание Божие, все, что мы прочитали, можете взять себе на вооружение. Сейчас идет вторая часть для тех, кто сомневается в том, что Библия – это Слово Божие. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Нельзя отрицать то, чего совсем не знаешь. Читали ли Библию или хотя бы Евангелие, Новый Завет? Есть ли такая возможность ознакомиться? Хотите? Если человек не хочет даже читать, не хочет слушать, то не будьте навязчивы, не тратьте в суе. Отойдите от него и помолитесь за его душу, чтобы Бог дал ему веры. Матфея, 7 глава, 6 стих. Не давайте святыне псам и не бросайте жемчугу вашего перед свиними, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Главное – установить авторитет Библии, чтобы человек к ней относился как к Слову Божию. Пока этого не произойдет, все остальное будет то же, что черпать воду решетом. Доказательство истинности Библии начинать можно с ее благотворного влияния на душу людей, тех, кто живет согласно ее заповеди. Можно рассказать, как вас нашел Господь и что дала вам Библия. С Библией все ясно в настоящем и есть уверенность в будущем. Библия отвечает на все вопросы, каким бы запутанными и трудными они ни казались. Она укажет на единственный верный поворот. Хорошо, если почитать Екклезиаста, притчи Соломона или Сирахова и всегда спрашивать, с чем человек не согласен. Если совопросник смеется, то закройте Библию. Самые негодные для обращения цинники и нашмешники. Эти хуже любых гонителей. Сирахова, 33, 6. Насмешливый друг тоже, что ярый конь, который под всяким седоком ржет. Притча, 26, 4-5 стих. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным его. Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Прочти эти места и дай ему разъяснение. На коне, то есть на уме, на душе человека сидит кто-то. Бог или дьявол. Глупость, говорит человек, постарайся найти наиболее оптимальный ответ. Очень многое зависит от вашего молитвенного настроя, от знания обстановки, от умения из любого положения выходить, не уронив оружие, Слово Божие. Бог похваляет серьезных людей, кто заранее готовится к смерти. Лукаши, 25. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взолчете. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрадаете. Иакова, 4, 9. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Запомните хорошенько, что эта встреча с людьми, которые имеют Библию и знают ее толкование, придет к вам на память в трудную минуту. Пожелаете прикоснуться к ней, но возможности такой уже никогда не будет. Смех сегодняшний быстро улетучится, ибо так говорит Господь. Осия, 5, 6. Пойдут искать Господа и не найдут Его, Он удалится от них. Амоса, 8, 8 глава, 11 по 13 стих. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут Его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши. Библия сама о себе говорит, что авторство ее неземное. 2 Петра, 1, 21. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали Его святые Божьи человеки, будучи движены Духом Святым. 2 Тимофей, 3, 16. Все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Матфея, 22, 29. Иисус сказал им в ответ, заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей. Все до единого заблуждения в мире только от двух причин. Любая беда, растерянность, потеря покоя, споры, попытки дать свои понятия на события – все это только от того, что человек не знает Писание и не ведает, что в руке Бога все, и Он может все. Он силен в один момент все изменить до неузнаваемости. Нужно испытать силу Божию. Доверие к Вседержителю никого не разочаровывало еще никогда. Припомните, как из своей жизни, как и где вы доверяли Иисусу, и как Он спас вас. Постарайтесь показать хотя бы одно или два пророчества из Библии, которые сбылось, и при этом это можно удостовериться. Пришествие Спасителя, Его распятие, предательство Иуды. Исайя, 34 глава, 16 стих. Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из них не применит прийти, и одно другим не заменится, ибо сами уста Его повелели, и сам Дух Его соберет их. Исключительно впечатляюще действует на слушателей пророчества об Израиле, о том, что они будут собраны. Рассказать, как это было исполнено в 1948 году по решению ООН, если человек и не признает никаких чудес, но чудо собрания Израиля – уникальнейшее явление в мировой истории. Иеремия 1, 9. И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в устатвы. В какой книге еще можете прочитать о такой миссии пророков, о их верности Богу, пославшему их? Книга пророка Аввакума 2, 2. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Деяние 2, 16. Было же собрание человеку около 120. Мужи и братья надлежало исполнится тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иисусе, бывшем вожде тех, которые взяли и Иисуса. 1 Калимфинам 14, 37 стих. Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. Галатам 1, 8-12 стих. 2 Калимфинам 14, 38. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я облаговествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Внимательно перечитайте эти стихи, что не сам от себя Павел пишет, и какая нужна строгость тому, что нам предлагает. Только Библия может гарантировать нам безошибочность выбора. 1 Тимофей 4, 16. Вникай в себя и в учения, и занимайся им постоянно, ибо так, поступая из себя, спасешь из слушающих тебя. Такие стихи нужно обязательно заучивать наизусть. Читая Библию, постоянно сверяйся с ней, как с компасом. Правильно ли поступаешь, и только тогда обещана надежда на удачный выход из жизни в предконце ее. Псалом 118, 9 стих и 105 стих. И не просто прочитай человеку это место, но подробно покажи, как счастлив тот, кто доверился Библии, кто хранит себя в заповедях Божьей, для кого Слово Божие в темном мире, в непонятных событиях и измеченности всего вокруг нас светит постоянно и неизменно. Римлянам, 14 глава, 24 по 25 стих. Могущим уже утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через Писания пророческие, по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере. Римлянам, 15, 4. А все, что писано было прежде, написано нам на вставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Притча 36. Притча 36. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя и ты не оказался лжецом. Откровение, 22, 8, 18 по 19 стих. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей, если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, от которых написано в книге сей, и если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Второзаконие, 4 глава, 2 и 6 стих. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Иеремии, 23 глава, 29 стих. «Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Если человек судит Слово Божие, то он должен помнить, что придет день, когда оно будет судить нас. Иоанна, 12, 48. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Риблинун, 3, 3. «Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию?» Лука, 21, 33. «Небо и земля прийдут, но слова мои не прийдут». Псалом, 118, 113 стих. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Деяние, 28, 22. «Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». Деяние, 17, 11. «Здешние были благомысленно фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так?» Каждый из этих указанных здесь мест может быть тем ключиком, который тронет душу слушателя. Покажите обязательно на грех неверие Слово Божие. Это не просто рядовое событие, но означает, что человек говорит Богу, что он лжец, что он сказал неправду, то есть если человек не верит Библии. 1 Иоанн 1, 10. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». 1 Иоанна 5, 10. «Верующий в Сына Божий имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». В Евангелии от Матфея свыше стат и цитат из Ветхого Завета. В Ветхом Завете около 500 пророчеств, уже исполнившихся. Из них около 200 о Христе, около 200. На главы Библия была разделена в 1240 году кардиналом Хьюга. На стихи разделение было произведено в 1450 году библиотекарем Стефаном, которого называют Равином. Впервые Библия была напечатана в 1551 году на латинском языке. И в Библии на английском языке посчитано даже количество букв в 66 канонических книгах. 1189 глав, 31 173 стиха, 773 693 слова, 3 536 989 букв. В 260 главах Нового Завета более 300 раз говорится о пришествии Христа. И можно прочитать вот эти доказательства божественности Библии. Научные доказательства божественности Библии. Новые поразительные открытия, тысяча удивительных фактов, открытых под самой поверхностью оригинального библейского текста. Действительно, научные доказательства того, что Библия – результат божественного откровения. Карп Сабнерс. Неопровержимые доказательства факты, загадочно скрытые веками, теперь открытые. Вновь открытые факты научно доказывают, что Библию не могли написать только люди. Она является божественной книгой, написанной под божественным вдохновением. Материал написан точно и выдержит самую серьезную научную проверку. От читателя требуется только искренняя любовь к истине и желание рассмотреть истинные факты с открытым умом, оставляя в стороне какие бы то ни было предвзятые мнения. Поскольку научные данные здесь изложены удивительно просто, и каждый это может понять, эта книга является ценным вкладом как в науку, так и в религию. Альберт Нобель. Новые доказательства открытия. Часть первая. Вновь открытые факты, которые лежат в основе этой книги, имеют чрезвычайную важность и значение. И это факты, которые научно доказывают, что Библию не могли написать только люди, а что эта книга является божественной, вдохновенной и данной людям Богом. Эти факты были открыты под самой поверхностью оригинального библейского текста. Эти факты, которые ставят в тупик атеистов и агностиков, которые не может ни один человек дискредитировать или опровергнуть. Эти факты заставляют скептически настроенных людей, мыслителей нашего времени, признать, что Библия является божественной книгой. Что это за удивительные факты? Как они научно доказывают, что Библию не могли написать только люди? Какие важные вопросы решают конкретно эти открытия? Кто открыл эти факты? Как и когда они открыты? Почему их открыли только недавно? Каким образом они затрагивают нас? Прежде чем мы попытаемся ответить на эти вопросы, необходимо напомнить читателю о том, что утверждает Библия. Библия заявляет, что Священное Писание дано людям божественным вдохновением. 2 Тимофей 3.16 Все Писание Бога духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Выражение дано божественным вдохновением является переводом греческого теофестус, который буквально переводится «вдохнутый Богом». Важнейшее утверждение Библии состоит таким образом в том, что все Писание, вся Библия вдохнуты Богом. Библия утверждает, что те, кто писали Священное Писание, писали не по своему желанию, а будучи движимы или контролируемы Святым Духом Бога. 2 Петра 1.21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Апостол Петр заявляет, что Священное Писание появилось не по воле человека, а святые говорили «движимы Святым Духом». Библия утверждает, что слова, которые они писали, были не их собственными, а слова самого Бога. Бог говорил посредством человека. Бог говорил в прошлом с нашими отцами через пророков. Лука 1.70 Как возвестил устами бывших от века святых пророков своих. Иеремия 1.9 И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Иезекиэля 2.7 И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Такие заявления, так сказал Бог, говорит Господь, и им подобные, встречаются в Библии более двух с половиной тысяч раз. Таким образом, Библия сама высказывает удивительным образом утверждение, что она является божественной книгой, вдохновленной и данной Богом, что это слово самого Бога. Мы говорили, что факты непостижимым образом были сокрыты под самой поверхностью оригинального библейского текста. Что означает последние слова – оригинальный библейский текст? Большинство людей знают, что Библия состоит из двух частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Как это ни странно, эти две части первоначально были написаны на разных языках. Ветхий Завет был написан на древнееврейском языке. А Новый Завет – на древнегреческом. Под словами «оригинальный библейский текст» понимаются древнееврейский и древнегреческий тексты Библии. То есть как Библия была написана первоначально, а не последующие переводы на другие языки. Таким образом, факты были открыты под поверхностью древнееврейского Ветхого Завета и текста древнегреческого Нового Завета. Если Новый Завет пытаться проверить по переводу на еврейский язык или книги Ветхого Завета в греческом переводе, то мы не найдем ничего из того, что названо здесь величайшим открытием. Ибо нужно смотреть только в оригинал. То, что Бог говорил, а не то, что переводили люди после. Вот почему в Ветхом Завете, в неканонических книгах, не найденных на еврейском языке в оригинале, а обретенных только в греческом или латинском переводе, уже не обретается этого открытия закономерности. Теперь мы обратим внимание читателя на очень важный вопрос. Мы укажем на определенное число, число, которое встречается в Священном Писании, которое чаще всего там запечатлено. Это число 7. От первой до последней книги Библии число 7 обращает на себя внимание. Так, в Священный День, отдохновение был седьмым днем. Исход 16.30. И покоился народ в день, в седьмой день. Исход 20.10. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий, скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. В Египте было семь лет изобилия, семь лет голода. Когда был захвачен город Иерихон, народ и семь тысяч священников, у которых было семь трупов, обошли город семь раз. Каждый седьмой год израильтяне не должны были земли засевать и собирать. Соломон семь лет строил храм, а после окончания строительства он устроил пир на семь дней. Нееман семь раз обманывался, обмывался в реке. В апокалипсисе последней книги Библии это число особенно бросается в глаза. Семь церквей, семь светильников, семь печати, семь трупов, семь час, семь звезд, семь духов и так далее. Упоминается в этой книге число семь более пятидесяти раз. Уже давно было известно, что число семь встречается в Библии более часто, чем другое любое число. Однако только недавно было обнаружено, что число семь особым образом встречается под самой поверхностью древнееврейского Ветхого Завета и греческого Нового Завета. То есть, читая просто слова, эти числа семь не заметишь, но требуется специальный подсчет, чтобы их обнаружить. Было обнаружено, что тысячи чисел семь всевозможными способами сокрыты в буквах, словах, предложениях, абзацах и отрывках древнееврейского и древнегреческого текстов Библии. Конкретные примеры. Самый первый стих Библии. Книга Бытие, глава 1, стих 1, Бытие 1.1. Действительно странно, что число древнееврейских слов в этом стихе не шесть, не восемь, а точно семь. Здесь число семь обнаруживается подсчетом слов. Если же посчитать количество древнееврейских букв в этих самих слов, то окажется, что оно точно так же делится на семь и является кратным семи. То есть, число букв в этих семи словах не двадцать семь, не двадцать девять, а точно двадцать восемь. Или четыре на семь равно двадцать восемь. Каждый числовой факт или число семь, которое встречается в тексте, мы называем особенностью. Числовой особенностью. Две первые мы уже отметили. Первая особенность. Число древнееврейских слов в этом стихе равно семи. Вторая особенность. Число букв в этих семи словах точно двадцати восьми. Или четыре умноженное на семь. Продолжим далее. Третья особенность. Первые три из этих древнееврейских слов содержат подлежащее и сказуемое в предложении. Эти три слова переводятся «вначале сотворил Бог». Число букв в этих трех древнееврейских словах точно четырнадцать или два умножить на семь. Последние четыре из этих слов содержат дополнение в предложении. Эти четыре слова переводятся «небо» и «земля». Число букв в этих четырех древнееврейских словах четырнадцать или два умножить на семь. Четвертая особенность. Последние четыре древнееврейских слова состоят из двух дополнений. Первое – «небо» и второе – «землю». Число букв в первом дополнении точно семь. Число букв в втором дополнении точно семь. Пятая особенность. Три основных слова в этом стихе – это «бог» и «небо», и «землю» дополнение. Число букв в этих древнееврейских словах точно четырнадцать или два умножить на семь. Самое короткое слово состоит в середине предложения. Число букв в нем и в слове слева, и в слове справа точно по семь. Вот пример из древнегреческих текста Нового Завета. Так в Евангелии от Матфея, глава первая, стихи с первого по семнадцатый, содержат описание родословного Христа и имеют естественную логическую завершенность. Эти первые семнадцать стихов состоят из двух главных частей. Первая часть. Стихи с первого по одиннадцатый. Вторая стихи с двенадцатый по семнадцатый. Первая особенность. Число греческих и словарных единиц, используемых в первых одиннадцати стихах, равно сорок девять, или семь умножить на семь. Нужно помнить, что число словарных единиц в отрывке обычно не равно общему числу слов в нем. Слово «и» является одной словарной единицей. Оно поможет повторяться несколько раз. Вторая особенность. Число букв в этих сорока девяти словарных единицах равно двести шестьдесят шесть, или тридцать восемь умножить на семь. Третья особенность. Из этих двухсот шестидесяти букв сорок девять словарных единиц. Число гласных букв составляет сто сорок или двадцать умножить на семь. А число согласных составляет сто двадцать шесть, или восемнадцать умножить на семь. Четвертая особенность. Из этих сорока девяти слов число слов, которые начинаются с гласной, равно двадцать восемь, или четыре умножить на семь. Число слов, начинающих с согласных, двадцать один, или три умножить на семь. Пятая особенность. Из сорока девяти греческих словарных единиц число существительных составляет ровно сорок два, или шесть умножить на семь. Число несуществительных семь. Шестая особенность. Из сорока двух существительных в первых одиннадцатих стихах число имен собственных составляет ровно тридцать пять, или пять умножить на семь. Нарицательных имен существительных семь. 7. Число греческих букв в этих семи нарицательных именах существительных ровно 49 или 7 умножить на 7. Примечательно, что только в этих семи нарицательных именах существительных можно обнаружить более 20 числовых особенностей. 8. В этих 35 именах собственных встречаются впервые в первых 11 стихах книги Матфея число мужских имен составляет 28 или 4 умножить на 7. Число немужских имен – 7. 9. Эти 28 имен мужских собственных встречаются ровно 56 раз или 8 умножить на 7. 10. В первых этих 11 стихах упоминаются три женщины – Фомарь, Раф и Руфь. Число греческих букв в этих трех именах равна 14 или 2 умножить на 7. 11. В этих 11 стихах упоминается только один город – Вавилон. Число греческих букв в нем – 7. 12. Из 49 словарных единиц первых 11 стихов число слов, которые встречаются более одного раза, равно 35 или 5 умножить на 7. Число слов, которые встречаются только один раз, равно 14 или 2 умножить на 7. 13. Из 49 греческих словарных единиц число слов, которые встречаются только в одной форме, равно 7. Здесь приведена лишь малая часть из удивительных числовых особенностей. Сама структура отрывка насыщена удивительным количеством числа 7. Вторая часть стихи с 12 по 17 также содержит обилие числовых особенностей, построенных на числе 7. Прежде чем говорить о том, как особенности научно доказывают божественное происхождение Библии, коротко рассмотрим еще несколько дополнительных примеров из греческого теста и других отрывков Нового Завета. Часть текста, следующая за первыми 17 стихами Евангелия от Матфея, включает стихи 18 по 25. Мы упоминаем только два из многих необыкновенных числовых фактов, открытых под поверхностью этого отрывка. Книга Матфея в стихах 18 по 25 рассказывает о рождении Христа. Первая особенность – число греческих словарных единиц в этом отрывке 77 или 11 на 7. Вторая особенность – из 77 греческих словарных единиц число слов, которые употребляются ангелом при разговоре с Иосифом, составляет ровно 28 или 4 умножить на 7. Даже мобильная речь ангела содержит свои удивительные числовые особенности. Главная вторая книга Матфея рассказывает о детстве Христа. Первая особенность в этой главе – число греческих словарных единиц в этой главе равно 161 или 23 умножить на 7. Вторая особенность – число греческих букв в этих 161 словах равна 896 или 128 умножить на 7. Вторая глава Матфея содержит несколько абзацев, и каждый абзац имеет свои поразительные числовые особенности. Они отделены от остального текста отрывка, и в то же время особенным и измысловатым способом они образуют числовую часть удивительно числовых особенностей всей главы. Вторая глава Матфея содержит несколько абзацев, и каждый абзац имеет свои поразительные числовые особенности. Они отделены от остального текста отрывка, и в то же время особенным и измысловатым способом они образуют числовую часть удивительных числовых особенностей всей главы. Они переплетены таким образом, что вся глава представляет одну большую математическую цельность, состоящую из удивительных числовых фактов. Например, число греческих словарных единиц в первых стихах делится ровно на 7, их число равно 56 или 8 умноженное на 7. В этой главе есть три речи, говорит Ирод, говорит Мудрец, говорит Ангел. В каждой речи обнаруживаются свои числовые особенности. Однако, каждая из речей – это только часть особенностей. Под поверхностью книги Марка обнаруживаются такие же числовые явления, какие мы нашли скрытыми в структуре Евангелия от Матфея. Евангелие от Марка, первая глава, с 1 по 8 стих. Словарных единиц Следующий абзац, 9-11, рассказывает о крещении Христа. Число словарных единиц в этом отрывке равно 35 или 5 умножить на 7. Во второй главе книги Марка, Марк, 2 глава, 13 по 17 стих, приводится рассказ о посещении Матфея, разговор Христа с писцами и фалисеями. Число греческих словарных единиц в этих стихах, 5 в 5 стихах, равно 49 или 7 умножить на 7. Из 49 словарных единиц число слов, употребляемых Христом, равно 14 или 2 умножить на 7. А число слов, употребленных писцами, равно 7. В главе 4 Евангелия от Марка, в стихах 3 по 20, Христос рассказывает притчу о сейтеле. Число греческих словарных единиц 49 или 7 умножить на 7. У Марка, 13 глава, с 5 по 37 стих, приводится важное предсказание о Боге, о будущих событиях и о втором пришествии Христа. Число греческих словарных единиц в этом отрывке равно 203 или 29 умножить на 7. В последнем отрывке книги Марка мы видим также удивительные числовые явления. Ниже приводится только 4 из более 100 числовых особенностей, открытых в структуре только одного отрывка, состоящего из 12 стихов. В книге Марка, 16 глава, 9 по 20 стих. Число греческих словарных единиц в стихе в этих 12 стихах равно 98 или 14 умножить на 7. Число букв в этих 98 словарных единицах равно 553 или 79 умножить на 7. Из этих 553 сот букв число гласных равно 224 или 42 умножить на 7. А число согласных 259 или 37 умножить на 7. Из этих 98 словарных единиц число слов, которые употребил Христос, обращаясь к своим ученикам, ровно 42 или 6 умножить на 7. Число словарных единиц, не относящихся к речи Христа, ровно 56 или 8 умножить на 7. Этот отрывок содержит не только поразительные числовые особенности в целом, но он также содержит особенности внутри особенностей, а внутри этих особенностей есть еще свои особенности. Отдельные абзацы содержат свои собственные особенности внутри особенностей всего отрывка. Субтитры создавал DimaTorzok